Всем привет! Меня зовут Евгения Лилит и это мой бьюти-блог! Сегодня я хочу начать цикл моих блогов о боди-модификациях, о том, что я делала со своим лицом, чтобы выглядеть так. Мне не сказать, что повезло генетически, что я родилась красавицей, и все детство была красивым ребенком и выросла в красивую девушку. Я не тот случай. Я и сейчас себя красиво и не могу сказать, что считаю, но, откровенно говоря, я сделала из себя то, что сделала, и сделала, я считаю, неплохо. По моим скромным меркам я очень сильно себя изменила. Недавно буквально я посмотрела в свои фотографии, там, десятилетней давности. Вау! Я себя не узнала. Я очень давно не заглядывала в них. Я поняла, насколько же сильно я изменила себя. И это не изменение благодаря, там, массажам, принятию себя или чем-то таким. Это конкретные боди-модификации, пластическая хирургия, инъекции и так далее и тому подобное. Это не конец моих изменений, это только начало. И я расскажу вам о самом, пожалуй, главном изменении в моей внешности и то, что было сложнее всего. А что сложнее всего решиться, это пластическая хирургия. Первое, наверное, из всего, что я с собой сделала, был нос. Мне не очень повезло изначально с формой носа. Он у меня довольно большой, я очень похожа на отца. У отца был такой здоровенный шнобик. Если я найду фотографии, я очень старательно их старалась уничтожить. И если я что-то найду, я здесь вставлю, но это не точно. Мало того, что форма, в принципе, у меня носа была довольно большой, для девочки просто огромной. В 15 лет меня сильно побили, и у меня была трещина в носу, которая со временем, во время переходного возраста, начала обрастать хрящом. То есть место, где была трещина, сверху начало постепенно все больше и больше обрастать хрящевой тканью. То есть рубцеваться. И вот здесь, на этом месте, у меня конкретно вот так выпирал уже хрящик. Я думаю, с возрастом эта ситуация становилась бы только хуже. Я мечтала о пластической операции, наверное, всю свою жизнь, все свое детство. И решилась я на нее в 21 год. В 2012 году. То есть уже 7 лет назад я сделала себе нос. Сразу говорю, я ни о чем не жалею. Это лучшее решение в моей жизни. Я, поскольку я очень много лет об этом мечтала, я смотрела фильмы, я смотрела сериалы на эту тему. Я очень сильно интересовалась в пластической хирургии. Я смотрела, как проходят операции. Мне абсолютно не было страшно. Я была полностью готова к этому. И очень сильно этого хотела. И когда я разговаривала с хирургом, я полностью понимала какие-то термины, которые он говорит. Хотя мне было всего 21 год. Сейчас я понимаю, что я была с икухой. Но я абсолютно точно как бы полностью понимала, что, как, зачем, почему. То есть я очень хорошо была теоретически подготовлена к этому вопросу. Мне очень сильно повезло с хирургом. Я живу в городе Санкт-Петербург. Здесь есть Мариинская больница. Это государственное учреждение, больница. Я попала... Ну, я начиталась отзывов и пошла туда просто на приемную консультацию. Вот. Я пришла к заведующему лор-отделением. Он меня принял. Там такой мужичок Савин. Он сразу же понял, что я хочу. Позвонил. Типа, Мрачко, давай сюда, Игорь. Смотри. Игорь Мрачко, к моему счастью, оказался хирург, практикующий еще и в клинике меди. Всем известная клиника в Петербурге. Ценник у него там на порядок, конечно, выше, чем в Мариинке. Не знаю, зачем он до сих пор работает в Мариинке. Но работать-работает. Хирург просто от Бога. После меня очень много людей, кто тоже хотел, из моих друзей и знакомых. Многие сделали у него уже потом операции. Вот. Хирург очень хороший. Но он меня отговаривал. Он не знал, насколько проблема внутренняя сложная. Да? Он всегда отговаривает. Во всяком случае, в меди, я думаю, он никого не отговаривает, что там бабки хорошие. А там он меня отговаривал. Он думал, что я хочу изменить только внешность носа, да? Его очертания. Что это просто прихоть. Вот. Но когда я пришла уже с документами с рентгеном, и он посмотрел на мою S-образную, вот такую кривую перегородку, он такой, типа, Окей, окей, мы сделаем тебе нос. Спокойствие, только спокойствие. То есть, он не хочет браться за такие случаи, которые не требуют хирургического вмешательства. Это все-таки операция. Это дробление, блин, костей в твоем лице. Это жесткая тема. Вот. И чисто за косметику такую, там, наведение какой-то красоты, он не любит браться. Он любит браться за серьезные вещи. Когда я туда легла, там была девушка, которая попала в аварию, и у нее нахрен не было носа вообще. Он был раздроблен просто в труху. Ей вырезал он хрящ из уха и вставлял вот в нос, в перегородку, чтобы его воссоздать. То есть, он просто гений своего дела. Мне до сих пор очень часто пишут... Я ставила отзыв о нем на сайте, в группах. И мне очень многие пишут, спрашивают, кто хочет сделать, но боятся. Я всем отвечаю всегда. Конечно, очень много. Я вот, наверное, буду теперь скидывать это видео, чтобы не отвечать, потому что каждый раз приходится, там, подробно все рассказывать. Это утомляет. Пишут очень много. Потому что людей, кто хочет сделать себе нос, действительно много. Что я могу сказать? Если у вас проблема только косметическая, стоит подумать. Потому что если там... У меня до сих пор, мне нос мой не до конца нравится. Я бы хотела себе совсем кнопочку. Он довольно большой. Ну, потому что, если сравнивать с тем, что у меня было раньше, такая штуковина, то он прям супер маленький. Но мне хочется еще меньше. То есть, совсем кнопочку. То есть, мне срезали полкило носа, мне кажется. Это ужасно. Вот, но я счастлива. Вот, что еще могу сказать по поводу пребывания в моем больнице. Я взяла себе отпуск на время операции. Сдала все анализы. У меня было три месяца, по-моему, или месяц. Два. Два месяца у меня было с моего первого появления на консультации в лороделении. До момента моей операции. Была назначена дата 30 мая. Я, по-моему, я ложилась в больницу. 31 мая я ложилась. На 30 мая. 30 мая я ложилась, да. В больницу. Меня должны были прооперировать на следующий день. Вот. В итоге я приехала туда на отделение, по-моему, в 10 утра. Весь день я проторчала там, ожидая, пока же меня заселят в палату. Меня только, наверное, в 6 часов вечера определили в палату. Ну, в больнице, честно говоря, ну, так себе все, конечно, выглядит не очень. Вот. Но мне очень сильно повезло с тем, что в ночь, когда прибыла я в палату, где была одна бабушка и какая-то там тетка, кучу молодежи попало. Кто-то по скорой ночи приехал, кто-то еще. Короче, так получилось. И для меня это, блин, черт подери, был просто летний, блин, какой-то лагерь. Мне очень повезло, потому что мама мне привезла ноутбук. На тот момент ноутбуки были не у всех. То есть сейчас как бы такая, а, у всех есть ноуты. Мать мне привезла ноутбук, Wi-Fi, этот роутер. Вот. И мы смотрели по вечерам фильмаки, сидели в ВКонтакте, бегали там все обмотанные бинтами в Макдональдс на Невске. Короче, это было действительно охеренно веселое время. То есть я могу сказать, что это, вот вся эта операция, все мое пребывание там не принесло мне никакого негатива, никакого страдания. Мне было охеренно весело, прикольно, я была реально счастлива. Вот так можно полежать в больничке, ребят. Причем в государственной. Вот. Что могу сказать? Значит, я заселилась в 6 часов вечера. На следующий день уже была куча девчонок, которыми я подружилась. У меня была на следующий день встреча с моим хирургом. И, наверное, только через 2, наверное, дня после того, как я прибыла в больницу, меня взяли на операцию. Мне нельзя было есть с вечера. Такое значит, покушала я ужин. Больше есть не было нельзя, только пить воду, и то только вечером этого же дня. На следующий день мне принесли совершенно чудесную ночнушку огромных размеров. Ее декольте было мне примерно вот так. То есть, где я, 40-42 размер, и ночнушка просто на рояль. Вот. Я все боялась, что во время операции у меня будут вот так вот сиськи на выбор. Вот. А под ней, типа, ну, кроме трусов, ничего. Замечательно. Вот. И я очень долго ждала. Меня должны были взять в 9 или в 10 утра, и я голодная, на нервах, на жутком нервике. И у меня вот так трясло. Я ждала своей участи. Я ждала операции. Вот. У меня операция... Мне забрали в 12, в 3, наверное, с чем-то. У меня операция долгая, была сложная. На ней присутствовали все эти... Студентики, интерны, которые наблюдали. Многие мне подходили, подумали, я видел, как тебя оперировали. Классно. Вот. Он просто там показывал свое мастерство. Учил начинающих. Вот. Я помню, первое, что было, когда я очнулась, мне... Мне наложили гипс вот такой маской. Бэтменом. И его края врезались мне в глаза. У меня сильно отекли глаза. Ну, поскольку здесь все разъебано, естественно, кровь пошла в глаза. Кровопотеки. То есть у меня были вот такие вот финики. Синие. Вот такие опухшие. И края вот этой гипсовой маски, получается, впились в ткань. Кололи. И первое, что я делала, я просто хотела потереть глаза, но мои руки держали, мне не дали. То есть мне так хотелось потереть глаза. Да, ужасно. Это я прямо запомнила. Это первое, что я при пробуждении почувствовала. Вот. Дальше. Меня привезли в палату. Весь день меня рвало кровью. Нельзя было ни пить, ни есть, ничего. И кровь из носа постоянно текла внутрь. То есть она не вытекала, поскольку здесь были тампонаты. Нос был заткнут. Вот. И она текала внутрь, и меня ей постоянно рвало. Это было так себе. Я практически этого дня не помню. Мне кажется, вообще я его проспала, но мама была рядом. И она говорит, что я постоянно ныла. Постоянно говорила, что меня никто не любит. Какие-то такие вещи. Но это, видимо, потому что мне было плохо. И это состояние наркоза, как опьянение, как обдолбанной наркотой. Я как бизнес-страдальца была. Очень долго ныла. Вот. Вечером мама ушла. Я чуть-чуть поспала. В 11.30 я пришла в себя. Вот я проснулась, могу сказать, в этот день в 11.30 вечера. Я прям такая... Нормально все. Девчонки, поскольку было много молодежи, отвели меня в туалет первый раз за этот день. Вот. И мама принесла мне три моих любимых йогурта, которые я просто обожала с моими самыми любимыми вкусами. Сейчас, кстати, их нет. Вот. И я такая думала, а-а-а-а, сейчас пожру, наконец-то. Два дня не жрав, что на сутки я не ела. Уже больше суток мне ничего. Маковые росинки в этом не было. Пожру. И я такая, ем один йогурт, вкуса не чувствую. Второй ем, вкуса не чувствую. Да что за херня? А нос не работает? Там же все, все ткани повреждены. Я не чувствовала вкуса и запаха еще очень долго. Это для меня было таким шоком. Ничего. Ты не чувствуешь ничего. Никаких запахов. Просто. Это был шок. Вот. Дальше в этой маске я ходила еще неделю. Синяки очень быстро проходили. Нос очень быстро заживал. Швы мне снимали. Вот. Когда на седьмой день мне сняли гипс. В этом гипсе я бегала в Макдональдс. Как белый Бэтмен. Это было очень смешно. Когда мне снимали гипс, его сняли вместе с бровями. Они туда, как бы, получается, ну, гипс на лип. И сняли. У меня остались две вот такие вот штучки. Вот тут два таких кустика. И бровей не было вообще. У меня сняли гипс. Вот, естественно, нос слегка сразу же припух. Где-то через неделю. И вот припухший такой нос. Вот такие вот бровки. Вот такие вот две маленькие штучки здесь по бокам. Зрелище так себе было. Но я была очень счастливая. Потому что это был вообще не мой нос. И хирург меня спрашивал. Какой ты хочешь нос? Прямой или курносенький? Я попросила курнос. Я вообще сказала. Я хочу, как у вас нос. У него такой еще супер аккуратный нос. Вот. У меня, конечно, не такой получился. Но из того, что было, сделать такой маханьки, как у него, просто нереально. У меня большая довольно-таки, ну вот, кончик довольно-таки большой. Сам по себе. И я не знаю, реально ли его вообще, в принципе, уменьшить. Потому что он такой массивный. Хорошо, что мне хоть убрали вот этот костный нарост такой вот большой. Вот. То есть мне сильно сделали вот здесь его таким, как бы, вмятым. То есть можно было сделать его прямым. Но я попросила, чтобы мне сделали его вмятым немножечко. Вот. Это мое желание было. Я всегда любила больше курносиков. Ну, мне не могу сказать, что сейчас мой нос идеален. Конечно, нет. Мне не нравится, что здесь на спинке есть такие вмятины. Но это свойство носа моего еще до. О, у меня в том месте недостаточно тканей. Ни кости, ни хряща тут нет. То есть здесь просто вот такая вмятина. То есть, естественно, он с этим ничего не мог сделать. Потому что такой уж мой нос. Он убрал как бы лишний, но в том месте он не стал ничего наращивать. Это было бы странно. У него было бы толще. Вот. Поэтому сейчас филеры закачивают вот в такие вещи. Я думаю, что вполне можно вот эти выемки филером заполнить. Тут просто две ямки. Зато идеально держатся на них очки. Как будто, блядь, они созданы, эти вмятины для очков. Вот. Вот. Еще месяца два, наверное, сохранялся гуляющий отек. Время от времени нос мог припухать, отпухать. Месяц, возможно, я вообще не дышала носом. Я привыкла зато спать с открытым ртом. Я не храплю, просто вот спать с открытым ртом. То есть люди, многие там с ума сходят, когда у них заложен нос. И я вообще не парюсь. Я настолько за то время привыкла дышать только ртом, что меня это абсолютно никак не парит. Вот. Собственно, все, через месяц или через два я пришла на консультацию. Меня посмотрели, сказали, что все классно. Вот. Такая операция у меня была. Ни о чем не жалею. Это было весело, это было классно, это было абсолютно не больно. Мне не было больно. Вот просто нисколечки. Самое болезненное, что было, это мне ставили укол в первый день обезболивающего, снотворного. И в какой-то там еще. Все, это самая болезненная операция, поэтому, девочки, если у вас искривление, если у вас искривление перегородки, какие-то переломы носа, делайте. Это в любом случае дыхание очень важно. Дыхание правильное. И это скажется на вашем здоровье очень сильно, если вы не будете нормально дышать носом. Вот. И очень много мужчин было, кстати, кто делал себе от храпа нос тоже лечили. То есть храп же это тоже где-то там что-то в носу. Я точно не знаю, но очень много мужчин там было, кто чинил себе именно из-за этого носа. Вот. Так что не бойтесь ничего. Решайтесь, если вы это действительно хотите. Вы должны понять, насколько вы готовы жить с той внешностью, которая вам дана. Если вас все устраивает, конечно, нет. Если это мешает вам жить, как мешало жить это мне, то, конечно, да. Конечно, да. Абсолютно точно. Но не стоит, я вот считаю, не стоит сильно переплачивать. Не стоит там обращаться к хирургам за 300 тысяч, за 200 тысяч. Но с того не стоит. Операция моя стоила 45. Еще у меня знакомый делал за 80. Ну, до 100 тысяч. Больше 100 тысяч это уже, я считаю, грабеж среди бела дня. Потому что хороших хирургов много. Кто делает носы. Много, действительно. И лучше, я считаю, обращаться в такие все-таки государственные учреждения. Потому что объем работы, количество сделанных носиков у таких хирургов выше. Тем более, если вы будете им вот эти 45 тысяч... Я же их не официально платила. Не через кассу, а конвертики. Ему что, 45 тысяч лишний? Конечно, нет. Он, конечно, сделает тебе так же, как в меди. Абсолютно ничем не хуже. Просто эти деньги он вокруг как бы кассы получает. Вот. Я считаю, это чудесная цена для такой сложной операции. Вот. Надеюсь, мой монолог будет вам полезен. Вот. Решайтесь, ничего не бойтесь. Если какие-то вопросы есть, можете спросить в комментариях. Я обязательно вам отвечу. Вот. Это первое видео из серии о моих боди-модификациях. Дальше будет тема губ. Всем пока! Меня зовут Евгения Лилит. И это мой длинный блог.